шалом дорогие друзья мир и благодать вам от господа нашего иисуса христа сегодня я опять вышел в эфир с небольшой с небольшим размышлением с небольшим видео на тему опора на слово или опора на дух или для чего нужна библия давайте поразмышляем на эту тему те кто в этой группе я имею ввиду группу группу во христе довольно давно там несколько лет должны помнить что было в этой группе целое скажем так нашествие но не саранчи нет людей которые подвергали сомнению писания подвергали сомнению библию и вы знаете в их они говорили о том что библия себе противоречит о том что библии нельзя доверять фактически о том что много искажений появилось одним словом что библия она не богодухновенная книга вот и знаете что часть критики в сторону библии она 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 оправдана и дело не в библии отдела в ее восприятие дело в том что друг другая сторона оппоненты 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 их оппоненты этих людей которые критикуют библию она тоже впускается в крайности и я лично знаком с таким явлением как библия поклонства библия фанатизм религиозный фанатизм когда люди не понимая библии просто выхватывает из нее отдельные куски отдельные части и просто делают их опорой своей неправильно поняв писание они ложат его в основу начинают в это верить вот но это не приносит им как какого-то какой-то пользы вот я я помню большой скандал в христианском мире возник когда известный проповедник протестант протестантизму протестантский проповедник бенни хин который написал христианские бестселлеры доброе утро дух святой и другие он выступил с покаянием с публичным покаянием он выступил с с тем что при прилюдно покаялся в своей своим неправильном понимании библии в частности вопрос касался исцеления вот он считал что на основании библии так как он ее понимал он считал что бог исцеляет всякую болезнь это я вам просто пример привожу бог исцеляет всякую болезнь но когда бог ему показал что это не так что есть болезни которые бог допускает вот типа того как бог допустил в новом завете жало в плоть ангела сатаны у апостола павла это бог допустил и сколько павел не просил у бога за братья это жало этого беса сатаны ангела сатаны бог не отвечал бог отвечал довольна себя благодати моей вот ходи с этим ангелом сатаны во плоти своей для того чтобы ты не превозносился чрезвычайности откровений то есть часть некоторой болезни бог допускает для смирения человека для вразумления человека и это есть в писании и бенихин в этом покаялся а сколько таких мест вообще множество есть в писании и сколько людей которые вот просто без откровения божьего прочитали что-то прочитали что-то и уверовали в это а это в их жизни не сработало и поэтому критика библии она точнее критика в том что надо основываться на библии она отчасти справедлива потому что на самом деле друзья как сказал один проповедник как как сказал один проповедник не истина освобождает а познанная истина освобождает как сказал Иисус познайте истину и истина сделает вас свободными то есть вот этот момент познание истины освобождает а не сама истина человек может думать что он знает истину но при этом не быть свободным от болезней от каких-то моментов почему потому что он ее просто не познал в данном случае для себя лично и так к чему мы пришли существуют две точки зрения первая точка зрения что нужно основываться опираться на библию и вторая точка зрения нужно опираться на дух святой на бога какая же из этих точек зрения правильная а какая естественно ложная да потому что истина одна правда одна а может быть они обе правильные вот давайте мы на эту тему порассуждаем сейчас да поможет нам Господь благословит Господь этот эфир проблема это не высосанное из пальца это действительно реальная проблема в христианском мире вот например я сейчас посещаю являясь членом одной церкви мессианские церкви в Израиле пастор который сторонник опоры на библию он проповедует библию в принципе хороший пастор верный библии он еще занимается является руководителем центра апологетики то есть центра защищающего библейские учения от небиблейских скажем так потому что в христианстве есть и небиблейские учения вот и этот человек он ревностный служитель Слова Божьего а что касается меня например то я понимаю его но я сторонник большего опора на духа вот я веду в этой церкви группу прославления и и я так уповаю больше на то чтобы услышать Бога вот в данный момент опираться на Бога но это не значит что я откидываю Слово Божье ни в коем случае и вот сегодня утром я в своей молитве размышлял на эту тему на что же должен опираться христианин на Слово Божье или на Дух Божий вот если для вас актуален этот вопрос то вы можете подумать и поразмышлять над ним вместе со мной я лично думаю что опираться нужно и на то и на другое но это как две ступени ракеты да две ступени ракеты сначала идет опора на Слово на Библию для чего вообще христианину дана Библия именно для того чтобы он не заблудился в принципе можно верить и безблизи Библии да вот ну не было Библии в определенное время допустим у многих христиан к примеру в Советском Союзе когда Библия была дефицитом вот люди веровали просто на опираясь на Бога на Дух Святой и Бог давал им все необходимое в принципе давал им знания то есть можно верить в Бога без Библии Библия не всегда была да вот у Авраама не было Библии да у первых героев веры Ицхака Якова ведь Библию дал только Маше написал только Маше фактически Бог дал закон и Тору Маше у евреев существует две Торы вы знаете об этом да я говорил как то Тора письменная то что мы называем Ветхий Завет первые пять книг Ветхого Завета это собственно Тора и Тора устная которая долгие годы передавалась из уст в уста по преданиям и потом только евреи записали устную Тору и получился Талмуд Вавилонский Талмуд Иерусалимский Талмуд несколько Талмудов и различные такие другие вещи Мишна Гемара законоучения различные вот значит Библия дана для того чтобы мы не заблудились но даже при том что человеку дана Библия даже читающий Библию нередко заблуждаются много есть проблем у христиан с недуховным прочтением Библии когда люди обращают внимание читают и понимают только смысл буквенный буквальный буква убивает написано Дух Животворит ну к примеру да прямой смысл там Иисус говорит если тебя рука твоя соблазняет отсеки руку свою если глаз твой соблазняет тебя вырви глаз себе ну естественно это выражение образу то есть не прямое потому что прямой смысл этого выражения это значит надо себе увидел ты что-то там к примеру женщину симпатичную которую вожелал сердце своем ты должен вырвать глаз естественно никто так не вырывает у людей хватает благоразумия не вырвать себе глаз а как-то внутренним каким-то чутьем понять что это все-таки нельзя прямо понимать это выражение но в других случаях очень часто люди просто хватает буквальный смысл буквальный смысл либо подменяют библейский смысл истинный каким-то своими какими-то своими вещами вот к примеру идеями концепциями существует такая конфессия в христианстве как харизматия харизматическая церковь это конфессия которая ввела в христианский обиход дары святого духа харизма это фактически дар на греческом языке харизма это дар святого духа талант харизматы вычитали в библии апостола Павла что есть различные духовные дары пророчества там иные языки истолкования иных языков слово веры слово мудрости слово знания да чудотворения вот и они начали искать этих даров и они начали искать а вот соседняя динаминация параллельная баптисты они отрицают это вот написано вот есть такой дар говорили на иных языках а они выдумывают и говорят что это не тот дар они сами его не имеют но на харизматов катят бочку что вы не вы не теми языками говорите истинные языки как они говорят это другие языки и те языки уже кончились вот люди выдумывают глупости искажая тем самым слово Божие идут против Слова Божьего так вот мой пастор который опирается опирается на Библию он раньше был харизматом он мне сам об этом рассказывал но в какой то момент он разочаровался в этих иных языках он даже имел эти иные языки и отказался от них фактически отказался от Божьего дара и в своей семье своим детям запретил там у него дочка говорила на иных языках запрещал вот он стоит на баптистских основаниях вот он считает что вот это правильно так верить что иные языки это не те ну к слову надо сказать что харизматическое движение оно довольно сравнительно молодое это последнее такое большое движение в христианстве насколько мне известно я могу ошибаться там было еще движение речников там и так далее движение святого смеха но относительно молодое движение и поскольку молодое движение оно в некоторых моментах заблудилось оно как раз опиралось на дух бог и проблема этого движения в том что они поскольку оно молодое и неопытное они частенько подменяли дух святой иными духами другим духом своим собственным духом даже бесовским и такое случалось люди бесновались на собраниях и такое случалось и вот исследуя эти все моменты нужно понять можно понять закономерность что Бог дал человеку Библию для того чтобы человек не заблудился и Бог дал человеку Духа Святого для того чтобы Дух Святой его вел в том числе и через чтение Библии и в Библии и в конечном итоге опираться нужно на то и на другое на Духа Святого и на Слово Божие которое должен открывать Дух Святой вот неправильно читая Библию уповать на свой ум на свое понимание легко зайти в тупик а почему нельзя почему нужна все-таки Библия а не сразу молиться Духу Святому и опираться на Дух Святой вот у нас в группе во Христе есть люди которые отрицают Библию которые говорят вот что не нужна Библия что Библия поклонники вот то с чего я начал наш эфир до сих пор есть люди которые опираются на Дух отвергая Библию но эти люди тоже очень легко могут заблудиться вот как харизматия заблудилась каких-то вопросов своих по неопытности так эти люди тоже могут заблуждаться видите человека со всех сторон окружает заблуждение путь за Христом недаром назван тесным путем узким путем ходите через узкие врата потому что узким путем широким путем идет большинство большинство идет за кем-то из людей за деноминациями да и наследуют родовые травмы деноминации родовая травма допустим баптистов то что они отвергают дары Святого Духа в боязни подцепить не тот Дух они отвергают и Духа Святого вместе с водой грязной выливают и ребенка которого мыли в этой воде образно говоря вы понимаете и они становятся библейскими фанатиками фанатизм когда человек в чем-то отвергает отвергает учение Святого Духа и в итоге искажает и Библию Библия открывается только Духом Святым друзья Духом Святым она дана Духом Святым она открывается и главный вывод к которому мы подходим в принципе в принципе я думаю что человек зрелый знающий голос Святого Духа опытный он уже гораздо меньше нуждается в Писании тем более Писание в нем живет он изучал это Писание чем человек духовно неопытный молодой владенец веры которому нужно пить по выражению апостола Павла чистое словесное молоко вот существует три категории работников первая категория это простой рабочий он приходит на работу и ему объясняют подробно и хорошо что ему нужно делать и как ему нужно делать вот эти люди подобные новообращенным вот новообращенным нужно объяснить что делать и как куда идти и как идти за Богом им дана Библия и мало того им даны наставники учителя проповедники которые трактуют эту Библию им все нужно объяснить они ничего не знают они младенцы в вере им необходимо и то и другое им необходима опора на Библию им необходима опора на Бога им необходима опора на своих наставников и Бог дает таких наставников в луне церкви но в какой-то момент человек начинает видеть в своих наставниках реально что-то не то вот они не дают те ответы которые меня волнуют меня беспокоит я жажду большего я начинаю искать больше я начинаю глубже исследовать слово и Бог мне начинает что-то открывать это меня подводит ко второму уровню итак первый уровень простой работник ему нужно знать ему нужно объяснить что делать и как делать куда идти и как идти второй уровень это профессионал он приходит ему говорят что делать но как делать он знает сам он приходит в церковь какую-то допустим ему говорят вот дают тебе служение проповедника или служение евангелиста или служение прославителя прославляющего но он знает лучше пастора допустим потому что он специалист в этом как лучше проповедовать как лучше прославлять Бога он набил себе в этом руку он в это углубился и вот я таких людей называю профессионалами в своем деле они сами читают Библию Бог сам открывает им Библию такие люди они не нуждаются уже в наставниках они опираются только на Библию и они опираются только на Святой Дух и третий самый высокий уровень это уровень мастера мастеру уже ничего не нужно говорить ни что делать ни как делать мастер сам все знает ему уже не нужны инструкции вот Библия это как инструкция он слышит Духа Святого он слышит Бога Бог им руководит Библия живет у него внутри он уже ее прошел он уже ее знает это не значит что он ее полностью исчерпал потому что Библия там это книга бесконечная там столько смыслов до конца жизни копай не перекопаешь но этот человек уже слышит постоянно Духа Святого Дух Святой непосредственно говорит ему из Духа в Дух он движим Духом Святым и он уже не имеет нужды чтобы чтобы опираться ни на кого из людей ни на какую религиозную структуру ни на церковь ни на Библию он опирается на Духа Святого и конечно же в начале вера возникает от слышания Слова Божьего человек слышит Слово Божье читая Библию или из уст проповедника как правило иногда человек напрямую сталкивается с Богом и слышит Бога у себя внутри и такое есть но как правило человек слышит от проповедника либо читая Библию Слово Слово ему открывает Дух Святой и человек верит в это Слово вот Слово говорит к примеру спасешься ты и спасется весь твой дом так говорит Слово если человек получил это Слово от Бога Бог ему открыл он может опереться на это Слово и невзирая ни на какие обстоятельства ни на поведение самое плохое его семьи он может стоять на этом Слове молиться и Бог ему в конечном итоге даст победу вера возникает от слышания но в своей вере человек может подняться настолько сильно что он будет опираться уже непосредственно на Духа Святого а опора на Духа Святого она гораздо гибче опоры на Слово потому что получив Слово ты просто видишь цель а имея духовное водительство ты знаешь как тебе поступать в каждой ситуации ты имеешь перед собой не только стратегию но ты понимаешь и тактику это опора на Дух Святой это более гибкая система но в основе она конечно же лежит ее лежит опора на Слово которое человек господь ты мастер мой так меня тут немножко прервали вот ну в принципе я сказал то что хотел сказать подытожу что человеку нужна вера человеку нужна Библия опора на Слово которая является подготовительным этапом опоры на Дух если убрать Слово убрать Библию и уповать только на Дух Святой можно заблудиться выходя в Духовный мир можно принять можно принять не тот Дух понимаете вот что случилось с харизматическим движением нередко они принимали за Дух Святой далеко не Святой Дух им не хватило опоры на Слово им не хватило углубленного познания Библии но я думаю что со временем харизматы эту ошибку в себе открывают и устраняют углубление в Слово и тогда зная Слово человек уже гораздо легче будет ориентироваться в Духовном мире он опытным путем познает голос Божий в себе сразу довольно трудно услышать услышать Бога и классифицировать это определить Дух Святой тебе это говорит или нет поэтому опора Библия нужна если выбросить Библию можно заблудиться в Духовном мире но если остановиться только на Библии без опоры на Духа Святого тоже можно заблудиться тоже можно неправильно понять Библию поэтому все необходимо человеку по мере его взросления по мере его пути нужны ему Слово Божье нужны ему и наставники нужны ему и Дух Святой но у меня вот есть знакомый друг он никогда не ходил в церковь он особо не читал Библию он просто уверовал Бог ему открылся и он всегда опирался на Дух и я вижу его путь я вижу он успешный и я понимаю что этот человек и потом Библию стал понимать и знать Бог ему стал открывать на определенную Библию но он и в житейских вопросах он имеет духовное водительство то есть это зрелый верующий который опирается на Духа Святого и понимает при этом Слово Божье вот это наш идеал наш идеал Иисус Христос вообще который прекрасно знал Писание который говорил исследуйте Писание ибо они свидетельствуют обо мне и который руководствовался в своих делах непосредственно Духом Святым Дух Святой Дух Святой в нем он его вел и он так и говорил что я ничего не делаю если не увижу перед этим отца моего делающего то есть он Христос имел непосредственно руководство Святым Духом зная при этом Писание и зная подтверждая это водительство находя подтверждение этому водительству в Писании вот спасибо друзья за внимание на этом заканчиваю эфир меня ждет работа благословений вам и до новых встреч